Выделение в первой неделе беременности, опасаться или нет? Какие выделения нормальны во время беременности, а какие нет? Когда стоит обращаться к врачу, а когда нужно просто подождать? Об этом мы поговорим в данной статье. Беременность – время больших гормональных изменений, и в первой неделе беременности выделения, которые женщина может наблюдать на нижнем белье, могут вызывать сильную тревогу и даже панику. Разновидности выделения и выделения в первой неделе беременности могут носить как адаптационный характер, так и быть сигналом начинающегося выкидыша. Адаптационные выделения в первой неделе беременности проявляются в том, что обычно в середине второй фазы менструального цикла. Приблизительно за 5-7 дней до начала очередных месячных, вы можете обнаружить на нижнем белье несколько капель крови или бурых выделений. Такие выделения не похожи на кровотечения, поскольку они достаточно маленького объема, их еще называют имплантационным кровотечением. Имплантационное кровотечение – это один из признаков беременности на первых неделях. Имплантация – это процесс, когда оплодотворенная яйцеклетка внедряется в стенку матки и начинает свое развитие. Такое кровотечение не опасно и обычно проявляет себя лишь одним случаем. В первой неделе беременности выделения могут носить бурый, мажущий характер. Это наиболее часто встречающиеся явления. Такие выделения и менструации сложно назвать, ведь у них очень малое количество и цвет намного темнее менструальной крови. С одной стороны организм привык, что в это время у него начинается менструация, а с другой стороны столкнулся с фактом, что менструации не будет, ведь развивается новая жизнь. Акушеры-гинекологи рассматривают бурые выделения в первой неделе беременности как признак угрозы выкидыша и обычно назначают препараты, которые увеличивают в организме количество прогестерона – гормона беременности. Именно этот гормон отвечает за то, что не наступает очередная менструация, и именно он не позволяет отторгать эндометрий – слой клеток, который помогает эмбриону расти и развиваться. Недостаток гормонов устанавливается через специальные анализы, которые назначит вам ваш врач. В начале беременности счет может идти на минуты, поэтому не откладывайте обращение к врачу, если заметите обильные выделения. Чаще всего незначительная «мазня», которая сопровождает начало беременности, проходит и без медицинского вмешательства. Главное здесь – внимательное наблюдение будущей мамы за своим состоянием. Более 50% беременных женщин проходят через так называемое «сохранение» беременности в одном триместре беременности и благополучно рожают здоровых малышей. Поэтому не бойтесь больницы, старайтесь меньше волноваться. Тревога может лишь понизить ваши шансы на вынашивание беременности. Сохраняйте спокойствие и положительный настрой во что бы то ни стало. Очень надеемся, что данная статья помогла вам понять, что в первой неделе беременности выделения не всегда означают, что беременность прервалась. В большинстве случаев выделения в первой неделе беременности – это сигнал организма, что он нуждается в бережном к нему отношении. Спокойствие и отдыхи Субтитры создавал DimaTorzok